Здравствуйте, меня зовут Лиана, мне 18 лет и в прошлом году я поехала в город Сиань на ФП подготовку в Северо-Западный политехнический университет. Сейчас я поступила в Северо-Западный политехнический университет на бизнес-администрирование. Я увидела рекламу в интернете и сказала папе, могу поехать в Китай. Я боялась давать ЕГЭ. Мы рассказывали эту историю, мама говорила, она пришла, он мне спросил, я сказала, иди у папы спросил, надеясь на то, что он скажет нет, он сказал да. И вот я уехала. Мама, кажется, не так ела. Когда мы только приехали, вот только нас встретили в аэропорту и мы приехали на автобусе, мы переходили дорогу, я зашла и там были ребята, которые нам помогали. Вот это очень понравилось, потому что это было очень нужно. Мы очень интенсивно проходили и я вообще никогда не подумала бы, что я сдал какой-то HSK, но я сдала 4 HSK в июне. Можно было даже раньше сдать. Можно было раньше сдать и я даже не думала, что куда-нибудь до такого дойду. Поздравляю. Света лично. Молодец. К нам приходила женщина и она спросила, говорит, что он мне дает. Я говорю, математика это вообще кошмар. И я ей объясняю, говорю, что в России вообще разные экзамены, вот базовая математика и профиль. Я говорю, все, кто профиль сдавали, им легче, потому что, ну, они это проходили, хоть как-то касались этой темы. А кто базу сдавал, они вообще, привет. Вот я говорю, что мы ничего не понимаем, а она такая, как? Это у нас в 7-8 классе приходит. Учителя очень помогали. Вот в самом начале тоже мы не понимали, они нам все объясняли на английском. Даже учительница, которая по-русски говорит, она вела даже дополнительные уроки. Ну, так, если ты подойдешь к ней и скажешь, я там не понимаю. Когда мы к вам приходили, я не понимаю, ты приходишь к ней, а она даже на русском объясняет тебе. Но это не в каждом акцентре. Есть учительница, которая говорит по-русски, нам просто повезло. И вот она нам много помогала, и вообще все учителя много помогают. Общага у меня была крутая, вот прям не как здесь в общаге. Я жила одна в комнате, но удобство делила, у меня была соседка. Вот ты вот так вот заходишь в комнате, справа ванная комната, слева кухня, и чуть проходишь, там ее комната и моя комната. Вот. Ну, я вообще не так себя общежитие представляла, и вот я когда сюда поехала, ну, мне понравилось это общежитие. В кампусе было все. И больница, и всякие там, я не знаю, ну, кафешки, магазины, конечно, и хозяйственный магазин, и там, где тебе надо распечатать, ксерокопировать. Ну, было все. Лаборатория тоже была, но мы туда не ходили. Библиотека была, библиотека большая очень, но там обычно всегда заняты, много питаются, они учатся. Есть большой стадион. Что еще? Там всякие столы для пинг-понга, баскетбольная площадка, футбольная площадка, для волейбола тоже есть место. И парки есть у нас на территории кампуса. Ну, у нас классный кампус. Когда мы поехали только в Китай, было сложно сориентироваться, что мы хотим кушать, поэтому мы кушали в Макдональдсе первые два дня. А потом мы уже начали адаптироваться и ходили в разные кафешки. Ну, у нас на территории. У нас на территории было много, и мы ходили и пробовали. Но незнакомую еду я до сих пор не пробую. Вот у нас были два мальчика, которые ходили во все кафешки вокруг нашего кампуса и в нашем кампусе, которые пробовали разные, а потом нам ходили и говорили, тут вкусно, там вкусно. Тут это то. Столовок у нас недорого. Как бы папа мне отправлял 20 тысяч в месяц. И мне хватало и на еду, и на мои какие-то там затраты, там Wi-Fi, вода, что еще, там телефона платить. И сходить погулять на выходных. На это все мне хватало 20 тысяч, потому что в кафешках вообще недорого. Даже, мне кажется, если самим готовить дороже уход, ну, может, мне так кажется. Просто мы готовили на большую кампанию, и у нас дорого выходило на один раз приготовить еду. Ну, я могу сказать, что не нужно бояться, но я знаю, что они будут бояться, но не нужно этого делать. Там все максимально просто. И если у вас там есть знакомые, то вам еще намного проще, потому что вы вместе будете все узнавать. Главное узнавать и делать что-то, потому что так, если будете сидеть, ничего не узнать, и нигде не поучаствовать, и будет вам интересно. Я никогда не уезжала от своей семьи далеко. И теперь тут вот, знаю, переехала в Китай, одна совершенно, и, ну, стала самостоятельной. В группе систем было много иностранцев. Были ребята из Мексики, из Западки, из Франции, из Азербайджана, из разных стран. Ну, со всеми общаешься. Если ты знаешь английский, то это круто. Учите вот еще один лайфхак. Учите английский, когда вы их не хотите.